Добрый день дорогая коллегия судей меня зовут Роман сегодня я хотел бы заварить вам два чая организации и мастерский начнем пожалуй с мастерского заваривать мы будем дзинмай шинтай начну пожалуй сразу подготавливать немного расскажу о нем этот чай собирается в округе поэр с горы дзинмай это купаж 2006 года достаточно старый для того чтобы иметь вкус лав но при этом недостаточно молодой чтобы быть только сладким и водянистым я решил выбрать именно этот чай поскольку последний раз когда я его дегустировал пробовал он показался мне чрезмерно сладким просто невероятно сладким для китайского чая а как известно шинпуэр можно заварить либо совершенно пустым и водянистым либо передержать его и сделать горьким поэтому профессионализм мастер измеряется именно сладостью шинпуэра которую он заваривает слово о том почему я выбрал именно этот чай именно церемонию пинча для того чтобы как-то попытаться удивить коллегию судей честно говоря решение совершенно спонтанное и до безумия простое очевидно я размышлял над тем чем бы удивить но подумал что мой чайный путь не настолько долг как у уже выступавших представителей и мой опыт общения с чаем не настолько обширен поэтому я просто решил не удивлять то есть лишить коллегию каких-либо намеков на ожидание потому что именно тогда когда мы ничего не ожидаем мы получаем самые яркие впечатления надеюсь у меня получится создать душевную теплую атмосферу который мы вместе сможем насладиться цветом настоя и надеюсь вкусом этого прекрасного чая предлагаю познакомиться когда вы научитесь не менее чего-то безобъясняем Наш курс состоит из 16 часов занятий в которые входит 6 часов не только вы ваше общение вы узнаете об основах фиксологии о сочетании вкусов и о том этот чай возможно в 10 часов практике когда вы научитесь неспечивать а без измечивания ингредиентов теперь же когда все познакомились с ароматом сухого листа можно его немножечко прогреть и познакомиться с ароматом влажного прошу пока вы знакомитесь немного поговорим о организаторском чай это цейлонский чай под названием подхит подхату я не очень разбираюсь целый с киев я решила совместить современный метод чая тугу его употребление с древним методом варки полую как по мне формат угол не совсем совместим с чаем поскольку когда лично я прихожу к нему я очень внимателен в подходе осторожен и чувствителен но не всегда бывает так что у нас есть время для того чтобы в полной мере насладиться чаем иногда мы хотим просто взбодриться или насладиться его вкусом только лишь вкусом поэтому попытаемся сегодня совместить древние и современные методы и посмотрим что из этого получится первый пролив мы как известно сливаем для того чтобы избавиться от пыли каких-то ненужных частичек как мы видим цвет настоя уже после первой заварки достаточно насыщенный яркий можно даже сказать аппетитный как по мне немаловажным является аромат не только сухого и влажного чая но также аромат посуды которым он раскрывается сейчас после того как он немного остынет предлагаю вам ознакомиться с этим ароматом по мне он один из самых тонких и один из самых многогранных прошу хорошо как открытый начальство в Продолжение следует... 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 Продолжение следует...